В Ликино-Дулевском краеведческом музее открылась выставка, авторами которой являются молодые люди с ограниченными возможностями. Уже два года в Орехово-Зуеве работает студия Филиппа де Мелло. Художник обучает искусству детей-колясочников на дому. Работы авторов уже высоко оценили на международных выставках, но в Орехово-Зуевском районе увидеть картины художников можно было впервые. Филипп де Мелло прославленный художник. Его знают как в России, так и в Европе. Однако свое мастерство он решил передать. Два года назад начал обучать талантливых детей, которые в силу жизненных обстоятельств не могут посещать художественные школы и раскрыть свои таланты. Мы пришли к выводу, что эти люди не должны остаться как-то за бортом и никому не быть нужными. Они находятся в депрессии иногда. А нам кажется, что у них есть таланты разные, и мы хотим эти таланты открыть. Если таланты к живописи, к скульптуре, то мы, пожалуйста, готовы с ними работать, растим до того момента, когда они начинают уже производить такие профессиональные, можно сказать, произведения, и потом они становятся просто профессиональными художниками. Портреты видных политических деятелей – это первые серьезные работы подопечных Филиппа. Ребята берут фотографии в интернете и переносят их на холст. Писать портреты – это только начало, своего рода учеба для будущих художников. Мы на портретах учим, как понятие цвета, света, и потом это переносится на пейзажи, вот видите здесь. Почему это важно, это мы рисуем, потому что узнаваемость. Если просто нарисуешь какого-то человека, непонятно кто, да, то трудно понять, вот ты похож, не похож. А когда человек более-менее известный, да, то есть можно сравнить произведения все эти коллективные. Один рисует, скажем, вот фон, другой рисует лицо и так далее. Потом они меняются. После портретов ребята переходят к пейзажам или тематическим картинам. Любимое направление – религиозное. Так, автор этой картины – 20-летний молодой человек Иван. У него нет рук. Однако, по признанию наставника, он настоящий фанат. Его уже можно назвать взрослым художником. В наше время, труднейшее время, труднейшим назову его потому, что вот эти вот смартфоны, компьютерные игры, настолько вот люди за ум свой деградируют. Очень ценно, что в наше время выражает себя вот свою вот любовь, свое, вот знаете, вот не сидит в этих компьютерах, а вот занимается творчеством. Прекрасная картина, прекрасная. Смотрю здесь очень правильно ориентирована, ориентирована очень правильно. Картины художественной студии района и организации инвалидов оценили на европейской выставке. Они заняли первое место. Сами авторы в силу физических возможностей не смогли присутствовать на открытии биеннале в Ликинодулевском краеведческом музее. Но у всех жителей района есть возможность увидеть их работу и восхититься мастерством авторов.